Ты обманул меня. Нет, не обманул, я просто оставил козырь про запас. Как ты мог со мной так обойтись? Ты выставил меня на посмешище! Мамочка, не стоит так переживать. Мне очень жаль, но не всегда же всё должно выходить по-твоему. Сынок, ведь я хотела тебе помочь. Избавить от ненужных хлопот, чтобы ты скорее выздоравливал. Я хотела, чтобы мне предоставили опеку лишь на время. И за это время ты успела бы навредить Мануэлю и Патрисии, верно? Нет. Поверь, любая мать поступила бы на моём месте точно так же. Не думаю, мама. Я понял, что моя мать не похожа на других. Но, к несчастью для тебя, я уже полностью выздоровел. И представил судье заключение врача. Да, кстати, имею в виду. Мне всё известно насчёт истории с Мануэлем. Прошу тебя, начни вести себя иначе. Пока ещё не поздно, мама. Пока ещё не поздно. Помнишь, я говорил тебе о моей дочери, Аните? Да, конечно. Сейчас я уже мог бы удочерить её. Скажи, что нужно для того, чтобы сделать это как можно скорее? Ну, для начала ответь мне на ряд вопросов. Да. Мать Аниты знает об этом? Она согласна? Нет, ещё не знает. Тогда поговори с ней. Для этого абсолютно необходимо её согласие. Джеки! Джеки, вставай скорее! Уже совсем поздно. Вставай, а то я качу тебя холодной водой. Вставай! Да, да, сейчас. Ну-ка, расскажи, что случилось. Я ведь слышала, как ты вчера плакала. У меня голова болела. Ну, конечно, и ты проплакала полночи, потому что у тебя болела голова. Говори, что у вас там с Марио. Да, мама, ничего хорошего. Что это значит, ничего хорошего? Не знаю, не спрашивай. Нет, я отсюда не уйду, пока ты мне не скажешь, в чём дело. А как она объяснила то, что не хочет с тобой встречаться? Никак. Да, это и не нужно. Значит, ты знаешь? Конечно, знаю. Всё дело в том, что Патрисия выбрала Амброзио. Нет, нет, Амброзио, ты ошибаешься. Ты не имеешь права так говорить и всё время ревновать меня. Ты начинаешь требовать, чтобы я докладывала тебе о каждом своём шаге. Патрисия мне горько чувствует себя обманутым. Все говорят, что вы с Цезаром Августом. Ты опять об этом? Ты не понимаешь, что из-за твоей ревности мы перестали понимать друг друга. Мне очень горько осознавать, что Патрисия предпочла Амброзио. Почему ты так в этом уверен? А какая ещё может быть причина? Мы с Патрисией договорились, что сделаем всё, чтобы снова быть вместе. Только Амброзио мог переубедить её. Только он? А мне в это не верится. Если бы Патрисия выбрала Амброзио, она не стала бы и говорить с тобой на эту тему. Патрисия не из таких. Я тоже так думал. Но теперь понимаю, что она меня обманул. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. С вашего позволения. Простите, вы не родственник синьора Диего? Нет, синьора, мы с ним соседи. А вы не знаете, где бы мы могли его найти? Боюсь, нигде. Диего уехал из Мекика. Уехал? Не может быть, он обещал быть на месте. Он сказал, чтобы мы пришли к нему сегодня, но в дом не попасть. Да, конечно, потому что этот дом продан. Что? Да, как раз мы и договорились о покупке. Нет, синьор, это я его купил, поэтому ключи у меня. Не может быть. Я оставил ему задаток. Вот посмотрите, он дал расписку в получении 50% стоимости дома. Вы дали ему 75 тысяч песо? Да, синьор. Он попросил задаток, чтобы оставить дом за нами. Не понимаю, это какая-то ошибка. Знаете, у меня есть знакомый в полиции. Если хотите, покажем ему эту расписку и спросим у него, как быть. Да, синьор, да. Пожалуй, я знаю, где можно найти Диего, чтобы он вернул вам деньги. Да, это Бог. Большое вам спасибо. Утром я разговаривал с Сезаром Августа. Он был так мрачен, что я даже испугалась. Что у вас произошло? Все теперь изменилось. Из-за наших с ним встреч Амброзио потерял покой. Начал сильно ревновать меня. Мне самой все это очень тяжело выносить. Я так устала. Патрисия, у тебя действительно усталый вид. Может, пойдешь домой, отдохнешь? А дед права, тебе надо отдохнуть. Нет, нет, все нормально. Я чувствую себя куда лучше, чем кажется, правда? Как поживаете, синьор Бургос? Спасибо, хорошо. Я зашел узнать, нет ли новостей касательно дела Рафаэля Чекона. Не думайте, что я о нем забыл. Помните, когда вы заходили ко мне в прошлый раз, я сказал, что на этого человека заведены дела в других штатах? Конечно, помню. Теперь я могу сообщить вам кое-какие подробности. Последний раз он был замечен в Чиуауа. На него имеется заявление, поданное руководством одной больницы. Больницы? Да. Я уже несколько недель назад просил выслать мне сведения об этом, но еще не получил их. А без этого дальше действовать невозможно. Честно говоря, эта история затянулась. Как я и опасался, этот человек появился снова. Произошло что-то серьезное? Нет, к счастью, он только заявился в парикмахерскую моей жены, но, прошу вас, передайте синьоре Габриэлле, чтобы она была как можно осторожней. Если этот человек опять ее потревожит, пусть немедленно свяжется со мной. Будем надеяться, что я вскоре получу требующиеся бумаги. И дам вам знать. А если ты расстанешься с Эзаром Агусто, это решит твои проблемы? Может быть и нет. Но надо же с чего-то начинать. Даже если это причинит тебе такую боль? Прости, но я не понимаю. Валерия, мне было бы трудно принять это решение. Но я уверена, что в конечном счете так будет лучше. То есть после всего, что между вами было, ты решила отказаться от борьбы и смириться с тем, чтобы навсегда его потерять? Это зависит не только от меня. Очень многое мешает нам снова оказаться вместе. Очевидно, ты имеешь в виду Монику и Аниту. В первую очередь их. Но ведь есть еще и амброзию. Не знаю, что тебе и сказать. Но я не понимаю, почему вы должны жертвовать собой ради счастья других. По-моему, это неправильно. Получается, что вы сами себе вредите из малодушия. Но иного выхода нет. Привет! Привет! Здрасте, здрасте! Как ты, мама Личи? Что с тобой, дочка? Последние дни я плохо спала и устала. Ты уверена, что дело только в этом? Мама Личи, только не волнуйся. А где папа? Он в мастерской. Прости, что вмешиваюсь, но хорошо бы тебе сходить к врачу. И если это переутомление, пусть выпишет витамины. Хорошо, мама Личи, я схожу к врачу. Ну ладно. Не хотите выпить кофейку? Да-да, спасибо. Только вы можете помочь этим людям. Их обманули? Да. А у вас есть расписка в получении? Да, сеньор, вот она. Но этого недостаточно, чтобы обвинить его в мошенничестве. А у меня есть копии квитанции на деньги, которые я ему выплатил, и вся документация на куплю-продажу дома. Прекрасно, вот этого достаточно. А вы не знаете, где сейчас Диего Аранда? Он поехал на автобусе в Лос-Анджелес. Отлично. Ну что ж, пойдемте в отделение, составим заявление, чтобы власти занялись этим делом. Да, сеньора. Марилу, будь добра, скажи силе, что я ушел со следователем Пинедой в полицию. Хорошо. Привет, милая. Привет. Я так рада, Патрисия у нас в гостях. Да, правда? Да. И где же она? Она там, в комнате. Я хотела побыть с вами. Спасибо.